Здравствуйте! Вы смотрите программу «Возможность есть». Брать или не брать приемного ребенка в семью? Смогут ли мама и папа любить чужого малыша, как своего собственного? Примут ли родные дети нового члена семьи? Эти вопросы задают себе потенциальные приемные родители. Разобраться в ситуации им помогут специалисты. Так происходит в Железногорском центре социальной помощи семье и детям. Там действует программа по сопровождению приемных семей «Добродея». Смогу ли я, справлюсь ли я, смогу ли я принять этого ребенка? Потому что все-таки это не родной ребенок. Тяжело. Сначала тяжело. Не могу. Прежде чем взять ребенка, надо думать. Подумать и решить, взять его или нет. Чтобы не обидеть, а погладить лишнее. Или прижать к себе. Вот, чтобы успокоился. Татьяна Иванова не просто выбирает цветные карточки. Она ни много ни мало выбирает свою дальнейшую судьбу. Женщина готовится стать мамой, приемной. Консультация с психологом. Тесты, диагностики. Все, чтобы разобраться в себе. Ведь Татьяну мучают сомнения. На 100% никогда не можешь быть уверен в себе. Смогу ли я, справлюсь ли я, смогу ли я принять этого ребенка? Потому что все-таки это не родной ребенок. Как бы, какой бы родственник ни был, дальний, близкий, но ребенок – это не родной. К своему родному ребенку свое отношение. Это уже материнство заложено у нас. Татьяна со всей ответственностью подходит к вопросу создания приемной семьи. На занятиях она сопоставляет свои желания и возможности. Прежде всего, в моральном плане. Надеюсь, что у меня все получится. Я приму ребенка в семью. Надеюсь, что мы друг друга полюбим так, как это должно быть. Но если будут возникать какие-то проблемы, конечно, я буду обращаться еще сюда. Татьяна Иванова участвует в программе по сопровождению приемных семей «Добродея». Ее разработали в 2009 году психологи Шелезногорского центра социальной помощи семье и детям. Цель программы – подготовить людей в юридическом плане, в экономическом и в психологической подготовке для того, чтобы человек осознанно пошел на тот шаг и помог детям остаться в семье. Самый такой шаг хороший, который могут сделать люди – ребенок не попадает в интернат и в детские дома, а именно приобретает семью. И воспитывается уже в семье, как свой собственный ребенок. С потенциальными мамами и папами общаются психологи, юристы, педагоги, социальные и медицинские работники. Они готовят почву для счастливой приемной семьи. Программа рассчитана на 36 часов. Социально-психологический тренинг – это входят в него разные упражнения, ролевые игры, релаксации, с помощью которых родители лучше познают себя, свои желания, свои возможности, а также, как я и говорила, свои потребности и потенциальные возможности в рамках изучения данной программы принятия ребенка в семью. Страх перед плохой наследственностью, боязнь не рассчитать собственные силы, не одобрение родственников. Все это потенциальные родители порой преодолевают самостоятельно. Желание сделать ребенка счастливым перевешивает. Но одного желания, безусловно, недостаточно. Есть родители, которые в процессе работы именно со специалистами, психологами, с педагогами отказываются от своего решения. То есть, думая о том, что нужно подождать какое-то время. С мерой всей ответственности подойти к этому вопросу, чтобы не было вторичного, скажем так, всеродства, чем наши специалисты и занимаются. Елена Дынова – участница программы по сопровождению приемных семей. Тяжело, сначала тяжело. Так случилось, что 10 месяцев назад Елена стала мамой для родных племянников – Сашеньки и Василька. Для девушки это было настоящим стрессом. Помогли психологи Центра соцпомощи. Мы их не знали, это самое. Далеко они от нас жили. Не знали никак. Я вообще не умею. Опыта нет у меня общения с детьми, потому что своих детей нет. Не знала, как общаться. Тяжело, это надо, конечно, обдумывать. Тяжело, конечно, шаг сделать. Просто то, что дети брата. А так тяжело, конечно. Сашенька и Василек, хоть и двойняшки, совершенно разные по характеру. Саша более спокойный, Василек – настоящий шкода. Но оба – самые любимые для всех членов семьи. Это у меня Василек, цветочек мой. А тут Санечка, ягодка моя маленькая. Ничего плачете. От радости, наверное. В приемной семье мальчишке уже почти год. И все равно Елена Дынова вместе с мамой и папой регулярно приходит в Центр соцпомощи. Психологи даже после того, как семья сформирована, не бросают своих подопечных. Шутят. Воспитываем детей вместе с родителями. Непосредственно, когда уже возникают трудности, сталкиваются, можно сказать, родители с этим, да, то они обращаются к нам за помощью. И мы совместно решаем этот вопрос. Потому что дети, они все индивидуальны. И каждому ребенку нужен непосредственный подход. То есть индивидуально. Поэтому мы, если какой-то вопрос возникает, у них есть наши телефончики, мы даем в процессе работы. И если уже что-то случилось такое, или когда их интересует какой-то вопрос, то непосредственно мы уже решаем на месте совместно. Это очень тяжело. Ну, это моя кровь, как говорится. И то мне тяжело. А так это надо думать. Надо много думать, чтобы ребенка взять. Может быть, обратиться к специалисту, да? Да, обязательно. Слезы и переживания приемных мам, пап, бабушек и дедушек. Это нормально, уверяют психологи. Процесс формирования счастливой семьи не быстрый и не гладкий. Однако все с лихвой окупает любовь малышей. Елена сделала сложный шаг. Но оно того стоило, уверена девушка. Я уже без них не смогу. Уже привыкли, понимаете, они к нам привыкли. Мы не раз рассказывали о том, как для кого-то чужие дети становились родными. Как материнское сердце дарило любовь всем малышам, а формула «родной-неродной» переставала действовать. На поверку все оказывается не так просто. Процедура по сопровождению помогает мамам и папам решить, брать или не брать ребенка. А дальше лишь они сами становятся скульпторами своей семьи. С 2009 года на основании этой программы 85 семей прошли сопровождение. Я считаю, что это неплохой показатель. 72 ребенка были взяты в семьи на воспитание. 15 детишек было усыновлено. Из 72 детишек, которых взяли в замещающие семьи, только один случай был, скажем так, отказа опекунов. Но там были причины по состоянию здоровья опекуна. Сделать счастливым чужого малыша. Этим руководствуются возможные приемные родители. Сделать счастливым малыша, не навредив своей семье и себе в частности. На это уже способны далеко не все. Вы смотрели программу «Возможность есть». Берегите себя и своих близких. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...